Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева, и обсуждаем мы сегодня тему «Офшорные схемы возможностей и тонкости ведения бизнеса за рубежом». У меня сегодня в гостях Тимур Хутов, адвокат Адвокатского бюро «Коблев и партнеры» и Олег Кузнецов, юрист и управляющий партнер «Альянс Тесситора Кузнецов и Петрова». Доброе утро. Доброе утро. А нашим слушателям сразу напомню, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 651099,6, код «Москва-495». Можно позвонить, задать ваш вопрос, высказать мнение, поделиться какой-либо историей, связанной, естественно, с темой программы «Сегодня», либо все то же самое можно сделать на сайте finam.fm, на страничке программы «Формула права». Но мы обсуждаем офшорные схемы, и прежде всего, Тимур и Олег, мне хотелось бы, хотя мы уже говорили в программе «Формула права» об офшорах, но мне хотелось бы кратенькое такое маленькое-маленькое эссе, любую ли компанию за границей, условно, можно ли назвать офшорами. Я понимаю, что, наверное, большинство задает ответ на этот вопрос. И немножко расшифровать, что такое офшоры, когда они применяются, ну а дальше обсудить, какой сейчас у нас курс в государстве и в практике. Ну вот, если позволите. Конечно. Спасибо. Я думаю, что будем взаимодополняя работать. Офшоры в нашем понимании и в понимании вообще, ну, скажем так, законодателя российского, это зоны географические с льготным либо отсутствующим налоговым режимом и не раскрывающие, скажем так, полных собственников конечных. Вот это в таком... То есть он нужен для того, чтобы не платить налоги, и никто не знал, кто владеет фирмой? Ну, если совсем грубо, то да. Хорошо, скажите тоньше. Это единственный параметр, для чего нужно. Почему я сейчас спрашиваю? Потому что, ну, я думаю, что большинство наших слушателей слышали, забегу немного вперед о том, что у нас есть курс на так называемую деофшоризацию. Как раз речь-то идет о том, о налогах и раскрытии бенефициаров. То есть, что, офшоры убиты? Или есть еще какие-то причины? На самом деле, давайте так, для чего нужны офшоры? Действительно, не платить налоги до поры до времени, по крайней мере, до тех пор, пока деньги не перешли к конечному бенефициару. Это главная цель офшоров. Хотя, на самом деле, офшоры используются очень сильно, во всяком случае, в Российской Федерации, для всевозможных внешнеторговых схем. В частности, если вы посмотрите данные таможенных, таможенного комитета Российской Федерации, очень большое количество экспортеров в Россию являются фирмы, которые зарегистрированы на Багамских и прочих островах, Виргинских. Почему это делается? Все очень просто. На самом деле, наша страна с точки зрения таможенного законодательства является достаточно сложной. Очень многие экспортеры, например, итальянские фирмы, просто не справляются с одной элементарной функцией, например, сделать правильно упаковочный лист. В результате товар приходит расхождение на 500 килограмм при фуре весом в 20 тонн, затормаживает всю фуру, вследствие чего, собственно говоря, очень большое количество импортеров российских регистрирует фирмы за рубежом. Естественно, пользуются для этого. Собственно говоря, завозят, покупают у итальянских партнеров товар, завозят его, есть такие так называемые стран-транзитеры, это, как правило, Литва, Эстония, Латвия, там переоформляют таможенные декларации, груз как будто бы переходит теперь до ЕСовки, итальянского производства, но, собственно говоря, из Прибалтики, поставщик этого груза формально уже компанией из Британских и Виргинских островов. Собственно говоря, это уже техническая функция офшоров. Таким образом, офшоры вообще можно поделить на две категории. Это используемые именно для целей избежания налогообложения, вывода капиталов, и вторая — это техническая функция, так называемая функция прокладок, которые используются чисто для технических целей. Поэтому, собственно говоря, по отношению именно к России существуют вот такие две функции, явно выраженные. — Ну вот скажите, пожалуйста, я, кстати, слышала, может быть, прокомментируете тогда такой момент, что офшоры нередко используются еще и для использования законодательства нероссийского. — Ну, на самом деле, это не совсем так. Давайте так, это вот техническая как раз функция. Действительно, офшоры используются в том числе для структурирования сделок. Поскольку наше российское законодательство является достаточно негибким в области акционерного права или права там участников общества с ограниченной ответственностью. И сейчас, несмотря на изменения, отсутствует судебная практика, которая бы поддерживала всевозможные споры между акционерами. В частности, существуют такие известные, широко распространенные, Тимур, наверное, меня поддержит, принципы там между участниками, когда они садятся за стол, какой делают совместное предприятие, договариваются о принципах drag-along, tag-along, то есть праве одного выкупить, несмотря на то, что при продаже третьему лицу, несмотря на то, что тот не хочет, а право обязать одновременно продать с кем-то выходящим акционером его акции. Вот эти вот принципы... Акционерные соглашения. Да, акционерные соглашения. Поскольку в России это все-таки только недавно началось, собственно, соответствующие реформы, они там 3-4 года всего лишь у нас, а практики судебной вообще практически не существует. Тем не менее, назовем так, в офшорных юрисдикциях, которые, как правило, построены на базе британского законодательства, если вы возьмете опять-таки, кто у нас самый главный инвестор Кипр, да BVI в таких случаях, да? BVI это чисто британская юрисдикция, кипрский закон о компаниях построен по модели английского закона о компаниях. Но вот здесь вот надо учитывать, Кипр формально не является офшором на сегодняшний день, хотя, между прочим, содержит одно из условий, то есть позволяет не раскрывать конечного бенефициара при определенных обстоятельствах. Вот Кипр у нас на сегодняшний день из классического определения офшоров выпал. Вообще, если мы говорим об офшорах, это понятие очень такое, скажем так, общественное, назовем так. Кипр является в нашем понятии офшором, но формально не является. Что же давайте тогда посмотрим еще раз, вот, скажем так, есть бытовое определение офшора, есть юридическое, да. Что же такое офшор, что мы сегодня обсуждаем? Вот юридическое, Тимур очень правильно представил его, это абсолютно нулевой налог, как правило, он характеризуется только франшизой, некой, которая уплачивается раз там в год, и возможность скрыть бенефициара. В то же время, есть категории стран, которые дипломатическим языком называются страны, верящие в конкуренцию налогообложения. Вот Кипр со своими низкими налогами или отсутствием налогов на определенные виды доходов входит в эту категорию. Сюда же, на самом деле, относятся такие государства, точнее, некоторые кантоны, как ЦУК, Лозанна в Швейцарии, на сегодняшний день Женева, как кантон предоставляет, в вполне очень высоко налогооблагаемой стране Швейцарии, ряд льгот. Существуют, собственно говоря, не офшоры, но очень привлекательные для крупного бизнеса компании в Нидерландах, которые позволяют при выплате, получении дивидендов, получать минимальное налогообложение. Существует, и это тоже такой небольшой скандал, Соединенные Штаты Америки. Скандал почему? Потому что он действительно имел место. В свое время Минфин включил ряд штатов, такие как Деловер и некоторые другие, в список офшоров, на что Соединенные Штаты явно выступили, сказали, ребята, ну, простите, но мы государство. Поэтому здесь просто особенность имеет место налогообложения, связанное с системой налогов вообще в Соединенных Штатах Америки. То, что какой-то штат предоставляет некоторые льготы, вы же тоже предоставляете льготы, там, по детскому питанию, почему-то. И на этом основании, собственно говоря, эти штаты были вычеркнуты из этого самого известного списка. Вот, собственно говоря, если мы говорим о том, что являются офшорами, вот их две категории. Это первое, действительно нулевые налоги. То есть это формальные офшоры, да? Это формальные, абсолютно юридически закрепленные офшоры. И есть страны с очень низким налогообложением, которые, между прочим, тоже используются для операций, для избежания налогообложения, как правило, по главным трем статьям. Это дивиденды, роялти и, собственно говоря, продажа акций. Вот они, три, собственно говоря, момента, для которых, собственно, если мы говорим с точки зрения налогообложения, используются в главном образом офшоры. А вот мы говорили о том, что есть офшоры, которые несут техническую функцию, и тоже касались этого. Это может быть уже любая страна, которая просто нравится по тем или иным параметрам человеку или лицу, который учреждает данную компанию. Или как? Или тоже здесь есть определенные страны, лидеры. Лидеры, да. Лидеры у нас один, он известен широко, Кипр, опять-таки его назову, как технический офшор, и BVI. Второй это BVI. Но давайте так, для чего используется? Если технически используется именно как торговая прокладка, извините за выражение, пускай банальное, то, естественно, что люди стараются как можно меньше тратить денег на обслуживание этого самого технического инструмента. И здесь вы можете увидеть, я не знаю, разница, просто в наименованиях, кому что больше нравится. Иногда люди изгаляются. Да, безусловно, BVI, потому что чаще всего продается, но чего только не встретите. Антигуа и Барбуда, там, я не знаю, список из 40 стран, Гонконг, масса. Я думаю, мы вернемся еще к обсуждению оффшорных компаний, что это такое, через 2 минуты после новостей. Мы продолжаем обсуждать тему оффшорные схемы возможностей и тонкости ведения бизнеса за рубежом. Напомню, что мы в прямом эфире телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495, а также сайт финам.фм, на страничку программы «Формулы права» или по телефону можно задать вопрос, позвонить, поделиться мнением, рассказать какую-либо историю по теме программы сегодня. Ну и я напомню, что у меня в студии находится Олег Кузнецов, юрист, управляющий партнер компании «Альянс» Ситория Кузнецова и Петрова, а также Тимур Хутов, адвокат адвокатского бюро, Коблев и партнеры. Мы обсуждали, Тимур и Олег, что вообще есть, оффшоры, грубо говоря, поделили их, я такое маленькое эссе-резюме для наших слушателей, предыдущей части сделаю, поделили их на условные 2 группы, одна из них это в чистом виде, классическом, юридический оффшоры, принципом и целью которых отсутствие или крайне низкое налогообложение, возможность скрыть своего бенефициара, ну и также оффшоры, которые несут в себе в целом техническую функцию, это какая-либо торговая прокладка, либо компании, которые созданы, ну их меньше, но тем не менее для применения законов, например, корпоративных законов, если говорить о британских, об английском праве. Вот сейчас мне интересен такой вопрос, что происходит с оффшорами сейчас, и в первую очередь, наверное, с юридическими оффшорами, потому что техническая прокладка, мне кажется, ничего не убьет, вопрос только налогов, раскрытия или скрытия бенефициаров, но это не есть самое главное для этих компаний, они несут другую больше техническую функцию. Вот что касается юридических оффшоров, какая судьба их? Ждет или не ждет? Как считаете? Хочу добавить немного капельку формализма в нашу передачу, вот как очень правильно сказал Олег, Кипр формально не является, но все-таки наша страна настолько сроднилась с Кипром, что российский менталитет не может отпустить такое понятие, как кипрский оффшор. Все дело в том, что на сегодняшний день существует приказ Минфина, если я не ошибаюсь, номер 108, где перечислены, вот опять же, как Олег сказал, те компании, которые мы называем оффшорами, то есть это формальные оффшоры. И я думаю, что все помнят недавний скандал, в который Кипр был вовлечен, и Кипр потом был исключен Минфином из этого списка, то есть формально Кипр не является оффшором, но на сегодняшний день все-таки... То есть крупнейший, по сути, держатель русских оффшоров Кипр формально перестал быть оффшором. Не русских оффшоров, а все-таки инвестиции в Россию, потому что Кипр используется именно как техническая прокладка для инвестиций российских же, опять-таки, как правило, в большинстве своем денег. Хотя, честно говорю, вот по своей практике вижу, что все больше и больше иностранцев тоже заходят в Россию через Кипр. Через Кипр, все правильно. Все на самом деле очень просто с Кипром. Это была длинная история, скандал был связан с тем, что Россия надавила на Кипр, когда тому нужны были деньги. Кипр подписал, ратифицировал новое изменение конвенции, там протокол был. об избежании двойного налогообложения, но сумел себе выторговать одну такую вот принципиальную вещь в этот момент. Он сказал, что ребята, хватит, я вот подписал самое жестокое вообще, которое может быть, соглашение, которое у вас существует на основании самой лучшей модели ОСР, Организации экономического содружества и развития. Поэтому, давайте так, вы, во-первых, это формально закреплено, Россия, будете стремиться перезаключить договоры со всеми прочими на таких же условиях, и, второе, вы меня больше не будете считать офшором. И, наконец-то, собственно говоря, номер 19, как раз того самого приказа, в 2009 году, когда Россия тоже ратифицировала, через год почти, на самом деле, вычеркнули, и он является свободным. Номер 19 на сегодняшний день в этом списке отсутствует. А там стоял Кипр. Более того, Кипру у нас было даже посвящено, когда вставка 0 специально, в налоговом кодексе было специальное указание, что она не применяется по отношению к Кипру. Тоже вычеркнули. Собственно говоря, действия международного договора и принцип превалирования международного права над национальным законодательством. Вот, собственно говоря, это, как говорится, наше законодательство, с ним надо жить. Ну, вот здесь Тимур очень правильно обратил внимание на то, что, как говорится, если мы говорим о двух этих юрисдикциях, то здесь нужно смотреть прежде всего о налоговых последствиях. Здесь, наверное, Тимур больше сможет развить, даже перехватить, может быть, у меня инициативу. Когда мы говорили о прокладках, вот эти вот, на самом деле, прокладки технические, с точки зрения, еще раз говорю, те, которые используются для совершенно бытовых операций, их действительно стоимость важнее всего. Кипр почему жил? Потому что через него делаются инвестиции. Это все-таки Европа, это все-таки цивилизованная страна, это все-таки страна, в которой инвестор должен сдавать какую-то налоговую отчетность. Соответственно, есть возможность всегда проверить наличие активов в этой организации. А, соответственно, очень удобно использовать кипрскую компанию для того, чтобы владеть каким-то бизнесом в России. А потом этот бизнес продать путем продажи акций кипрской компании. Вот здесь российское, собственно говоря, государство, оно всегда очень трепетно к этому относилось. Сейчас с конвенцией с Кипром еще более трепетно относятся, поэтому кипрские даже схемы, они на сегодняшний день заканчиваются как? Есть еще вторая кипрская компания, как правило, которая владеет первой. И уже за ней есть ряд BVI-ных компаний, которые потом совершают сделки с акциями второй. Потому что Россия сказала, как? Если ваша компания владеет активами, например, недвижимостью в России, мы можем это считать продажей акций этой компании как непосредственно продажей недвижимости, а следовательно налоги, пожалуйста, заплатите в России. Поэтому там удлиняется все время цепочка. Поэтому с точки зрения перспектив, скажем так, борьбы, государство, конечно же, пресекает самые примитивные схемы. А вот самые сложные, они все равно остаются. Это просто удорожает процесс? Это просто удорожает процесс, безусловно. На самом деле борьба с офшорами, она вот даже с теми прокладками техническими, она есть. Есть, например, статья Налогового кодекса так называемые контролируемые сделки. Это глава раздел 5.1. В ней, в частности, говорится, что сделки являются контролируемыми, как только есть иностранное юридическое лицо, с которым даже, вот оно формально, является нормальным, но с которым оборот превысил планку 60 миллионов рублей, считайте всего лишь там, уже на сегодняшний день меньше 2 миллионов долларов. Средняя стоимость фуры, так, товара, возимого в Россию, это там, условно говоря, 150 тысяч евро. Ну, так, 200 тысяч долларов. То есть, считайте, сколько вы везли 20 фур в среднем, и уже вам надо либо выбрасывать, прекращать операции с этим именно офшором, либо уже ваша операция является контролируемой. Контролируемый на какой предмет? Не было ли завышения? Ну, вот эти технические прокладки, они, как правило, играют, наоборот, на занижении стоимости. Почему? Потому что завышать стоимость означает платить больше таможенной пошлины, больше НДС на ввозе, ну, и, собственно говоря, кому это нужно. Как правило, все играют по-другому. Они, наоборот, даже занижают инвойственную стоимость, потому что, на самом деле, если вы посмотрите по последующей отчетности паспортам сделок, как правило, этим самым офшором вот завели паспорт сделки, представили его таможню, а потом забыли о существовании вообще такого контрагента, перед ним числится задолженность до нескончания веков, потому что, напротив, покупатель такая же техническая, но только российская организация, не являющаяся офшором, а, по сути, ну, известная всем понятие помойка. Абсолютно верно, вы сами это сказали. Ну, почему же нет? Это не секретное слово, по-моему, в российской бизнесе, скорее, или действительности. А, Тимур, что скажете? Вот таким, даже, не знаю, каким-то двусмысленным чувством к вам, Олег, хочу сказать, вы, с одной стороны, сказали, что я попытаюсь переходить инициативу, с другой стороны, заботливо, настолько подробно. Дело в том, что абсолютно, абсолютно мой коллега здесь прав. Не так давно были введены в налоговый кодекс эти поправки о контролируемых сделках, и именно порог 60 миллионов может стать для кого-то все-таки таким моментом, когда придется, ну, кто-то в силу ряда причин не может себе позволить выбросить там тот или иной офшор, хотя, в принципе, рынок-то предполагает, что не так сложно взять и, грубо говоря, и купить себе новый. Но вот, все-таки, определенная часть людей, более того, я, скажем так, даже знаю конкретные названия, все-таки говорят, что нет, мы, наверное, пойдем, будем все-таки докладывать в налоговые органы о всех сделках, контролируем, вот создаем себе такую репутацию, скажем так, белой компании. Белой компании, да. Либо создаем, либо закрепляем ее за собой, и так далее. Таким образом, просто люди пытаются избежать дополнительных каких-то претензий, неожиданных, может быть, со стороны налоговых органов. А какого рода претензий бывают к таким техническим компаниям? Я сейчас даже говорю не о контроле, а, в принципе, какие там могут быть претензии? Ну, элементарно, может быть, в результате налоговых проверок выявлены там какие-то несовпадения, расхождения с вычетами по налогам, с уплатами тех же налогов. То есть все зависит от конкретных цифр, поэтому претензии могут варьироваться. И конкретные ситуации. Да, и конкретные ситуации. Поэтому от и до, и, соответственно, чем больше до, тем больше неприятностей. Более того, вы же не можете контролировать, я вот здесь вот просто разобью это немножечко тему. Контроль-то, он на чем базируется? Там есть несколько методов контроля, и, как правило, это контроль за ценой, что цена является рыночной. Откуда берутся параметры рыночной цены? А вот это вот самый главный вопрос. Вот я вижу, Тимур улыбается с широкой улыбкой, разводит руками. Тем не менее, я гораздо меньше вас в этой области, естественно, знаю, потому что эксперты в программе сегодня вы, но я просто подумала о том, что если у нас на таможне формируется некая статистика по ценам, и все ее дружно занижают. Вдруг приходит компания, которая напрямую решила купить на итальянском заводе что-то то же самое, и итальянцы написали цену, которая есть на самом деле, и они смогли составить правильные документы. Шутка с долей шутки, да, сейчас? Но, тем не менее, это будет завышенная цена у нас? Или как? Ну, как формируется? Откуда намерется? На самом деле, давайте так, есть же, вот вы сейчас другую тему на самом деле затронули, это так называемая тема таможенного контроля. Я, честно говорю, тоже небольшой специалист, поэтому предлагаю не особенно выдаваться. Но первая схема называется доказывание. Когда вы доказываете, что это действительно экспортер является производителем, что его цена является действительно именно таковой, тогда вы выбиваетесь, собственно говоря, из рынка. Все остальное, это вторая по рынку. Если вы не сумели доказать первое, то тогда вас смотрят по рынку. По рынку, ну, на самом деле, здесь такая большая проблема, что действительно рынок очень большой, одинаковые товары по категории, тот же самый телефон. Вот у кого-то есть BlackBerry, у кого-то есть iPhone, у кого-то есть дешевый Philips, но все они являются телефонами сотами. Дальше они подразделяются там на категории смартфоны, там еще какие-то, еще какие-то. И внутри этих категорий все равно существуют большие разницы. Тот же самый Fly является очень дешевым по сравнению с тем же самым iPhone Apple. И если мы берем категорию, то, естественно, что средняя цена будет совершенно неоправдной. Поэтому на самом деле это вопрос к федеральной таможенной службе. Как она к ним подходит? С контролируемым сделком, допустим, если выходит компания в своих взаимоотношениях с неким офшором за 60 миллионов. Вот здесь тогда с чем сравнивают? Уже налоговый... Понимаете, в чем дело? Вот в том-то, наверное, и улыбка была Тимура, в том, что сравнивать можно только фактически товары, которые являются, определяются родовыми признаками. Как то, например, бетон, строительные смеси за килограмм, у которых есть более-менее понятный химический состав, не отличающийся, в общем-то, друг от друга. И тогда можно вывести некую среднюю рыночную цену. Но даже и здесь, если вы посмотрите практику по нефтяным компаниям, хотя, казалось бы, нефть, это уже совсем биржевой классический товар, и даже там умудряются доказывать, что налоговый орган не принял во внимание определенные обстоятельства именно данного бренда нефти и именно в данный конкретный период. Ведь там же есть не только цена, но есть и сопоставление с временем совершения операции, другими обстоятельствами, как то объемы, условия поставки и так далее. В общем, возможно, варианты, как все в нашей жизни и профессии, возможно, варианты. Если у вас есть хороший адвокат. Это хорошо. Вернемся через 2 минуты в прямой эфир. Мы продолжаем обсуждать тему офшорные схемы возможностей и тонкости ведения бизнеса за рубежом. У меня в студии Тимур Хутов, адвокат адвокатского бюро Коблев и партнеры, и Олег Кузнецов, юрист и управляющий партнер компаний Альянс Тессы Торы, Кузнецов и Петрова. Я напомню нашим слушателям, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос, поделиться мнением, рассказать какую-либо историю, связанную с офшорными схемами. Это тема программы сегодня. Ну и все то же самое можно в печатном виде сделать на сайте finam.fm на страничке программы «Формула права». Мы обсуждали, что есть офшоры, а, собственно, каких видов они бывают. Мы немножко зависли на этом, хотя хотели перейти вообще к тому, к курсу, если можно так в кавычках или нет. Меня сейчас эксперты, может быть, поправят или разовьют идею деофшоризации. Но я знаю, что еще на стадии вообще видов офшоров, Тимур, у вас были какие-то дополнения? Что ты хотел сказать? Ну вот если совсем только небольшие дополнения к тому, что сказал Олег, потому что достаточно подробно он разложил. Могу предложить может быть аналогичную классификацию, но чуть-чуть единственное будет отличаться. Это, на мой взгляд, еще три категории. Три категории можно выделить. Категория номер один – это, в нашем понимании, классические офшоры с нулевой налоговой ставкой, абсолютной свободой действий, за исключением операций внутри страны, которые запрещены внутри офшорной юрисдикции. Небольшая плата за, назовем ее, абонентская плата за пребывание на территории офшорной зоны и, естественно, абсолютное нераскрытие никакой информации о владельцах, о сделках и так далее. Но надо понимать, что такие, скажем так, офшоры – это классические страны. Некоторые страны Карибского бассейна, ряд стран Африки, они пользуются не очень хорошей репутацией в серьезной среде бизнесменов. Все-таки, на мой взгляд, по человеку, это мое мнение, чуть более хорошим, более подходящим и, наверное, компромиссным вариантом является следующая категория. Это вот офшоры с очень низкой налоговой ставкой, но при этом хорошо развитой банковской системой, либо и моментом, когда необходимо все-таки ряд сведений предоставить по запросу. Но это полное раскрытие бенефициара? Не полное. Нет, нет. Не полное. И третья категория – это такие страны, которые у них, конечно, завышенные налоговые ставки, ну, ниже, чем, скажем так, по миру. Например, там Гонконг, Макао, но при этом там репутация потрясающая, как вы сами понимаете. И, естественно, что системы банковские и корпоративные работают идеально. Поэтому вот мой, скажем так, выбор был бы, да, пал бы на вторую категорию, когда, в принципе, и репутация… Офшоры, полуофшоры и уже не до офшора, плюс-минус километра. Макао и Гонконг с нашей точки зрения, они в списке. Да, формально, абсолютно правильно, они в списке, но ставки там все-таки выше, чем, допустим, вот в нашем любимом Кипре, который был… По некоторым операциям, да, по всем. По некоторым операциям… Ну, то есть, по большинству операций там действительно выше, а по некоторым ниже. Ну, собственно говоря, здесь, наверное, еще надо выделить тогда, если мы говорим, продолжаем об этом. мы уже начали, собственно говоря, затронули эту тему о борьбе. И даже говорили вот о биржевых товарах, о том, как наше государство контролирует и вообще о будущем офшоров. Давайте тогда вот перейдем, может быть, теперь уже более подробно к этой теме, вернемся, скажем так. И здесь, наверное, надо отметить следующее. Борьба ведется по двум направлениям. Первая – это налоговая борьба, а вторая – это борьба по поводу раскрытия бенефициаров, собственно говоря. По первому направлению, наверное, Тимур зовет, я только кратко скажу по второму, раскрытие бенефициаров. Бенефициары, зачем им нужно знать? Во-первых, Россия хочет знать, кто же все-таки из россиян владеет, ну, наверняка знает. То есть сейчас мы так догадываемся, из форм, да. А какие вы не позволите, которые формально запрещены в России для определенной категории лиц? Абсолютно верно. Хочет знать. Это, по-моему, просто, как вы сказали, удлиняет цепочку, нет? На самом деле, да, безусловно, можно всегда скрыть, можно где-то прикрыть. Но дело в том, что на сегодняшний день в некоторых ситуациях уже главный вклад в это дело у нас вкладывает, вкладывал теперь уже в прошедшем времени высший арбитражный суд. Он, в частности, по одному из дел указал, что это дело будет являться прецедентным. Указал на то, что офшорные компании, или, точнее, юридические лица, зарегистрированные на территории государства, которые позволяют скрывать конечного бенефициара, не могут пользоваться защитой в российских судах в тех случаях, когда речь идет об их добросовестности и когда они не предоставляют, то есть не раскрывают самостоятельно информацию о том, кто является их конечным бенефициаром. Есть такое вот... Раз вы секреты читаете, мы вас не защищаем. Абсолютно верно. Но там дело было, что самое интересное, началось с бытового, а получило такой резонанс. Некая ТСЖ там скаковая, где-то в регионе зарегистрированная, судилась по поводу какого-то помещения, которое было зарегистрировано, было зарегистрировано сначала на одного человека, гражданина, потом он продал. Это иностранные компании, зарегистрированные где-то там, на Карибских островах. Эта иностранная компания предъявила иск о том, что она является не то добросовестной, не то еще очередным собственником. Суть истории, собственно говоря, с точки зрения отношений по собственности неинтересна. А факт заключается в том, что суд просто выявил, что представляется, собственно говоря, в суде компания и первоначальный собственник одними и тем же лицами. И это навело на подозрение. И суд указал, что поскольку мы не знаем, собственно говоря, уважаемые граждане, кто за вами стоит, может быть, все это схема. А если это схема, то это злоупотребление правом. Статья 10 Гражданского кодекса. Если вы злоупотребляете правом, то тогда суд вправе, в соответствии со статьей 10 ГК, отказать вам в защите прав, собственно говоря. Собственно, это и произошло в этом деле. А вот уже с налоговой точки зрения, мы говорили о 60 миллионах, которые распространяются, в том числе и на офшоры. Но есть там другие способы контроля. Там вообще готовится в курсе на деофшоризацию большое количество изменений. Так, так, так. Я ловлю вас на слове, Олег. Лучше уж Тимура тогда. И Тимура ловлю. Он, правда, еще не произнес этого слова, на котором бы я его поймала. Ну, на всякий случай уже пойман. Ну, а я в любом случае хотела для наших слушателей вас на эту тему потероризировать и спросить обязательно, что же готовится, раз уж мы об этом говорим. Вот в продолжении разговора, в продолжении того, что сказал Олег по именно тем двум тенденциям, которые абсолютно правильно были названы, это в части раскрытия конечного бенефициара и предоставления налоговой информации. Мне выпала честь отвечать по... Налоговой части. По налоговой части, хотя тоже по секрету скажу, что я не самый большой специалист в этой отрасли. Но, тем не менее, сейчас вообще общемировая практика это заключение соглашений межгосударственных о предоставлении налоговой информации. И более того, учитывая, что мы живем все-таки в век хороших информационных технологий, более того, предоставление информации в электронной форме, в электронном виде. И сейчас, в принципе, очень многие страны европейские заключают вот и друг с другом из рядом офшорных юрисдикций иногда такие соглашения. Но надо отметить, что Россия ни одного такого соглашения пока не заключила. И вот в этом... Ну, вот рискую сейчас опять быть пойманным вами на слове. В этом... У меня уже боитесь. Нет, просто не хочу нарушать гармонию передачи, которую вы так хорошо поддерживаете. В этом, надо сказать, обратная сторона той медали политики деофшоризации, которая, скажем так, грядет в нашей стране. Зачем нам соглашение, если мы вообще против офшоров? Я вот сейчас пытаюсь логику понять. Вы знаете, вот мы не против офшоров. И абсолютно правильно Олег заметил, что через Кипр большие инвестиции прошли в Россию. Дело в том, что... Если я не ошибаюсь, вот Олег меня поправит, я думаю, что Кипр все-таки где-то в тройку в этом плане входит по инвестициям. Если не первое место до сих пор. Да, вот возможно, понимаете. Какие-то времена все время был даже номером один по инвестициям. Кипр, Германия и вот что-то еще. Опять же, могу ошибиться сейчас. Поэтому это не зло. Нельзя считать офшора абсолютным злом. Офшор это, в принципе, достаточно серьезный финансовый инструмент, который позволяет экономике существовать, общемировой и на рыночных условиях. Поэтому надо относиться к этому спокойно, знать, да, предупрежден, значит вооружен. На самом деле здесь тенденция это вот их две. Одна правильно обозначена Тимуром, это, собственно говоря, межгосударственные отношения, назовем так. А вторая, поскольку все страны на самом деле вынуждены жить с офшорами, мириться с их существованием, она заключается в уменьшении злоупотребления. Дело в том, что, как правило, ведь в чем злоупотребление, собственно говоря, офшора? До тех пор, пока вы его используете как копилку для будущих инвестиций, нету никаких вопросов. Вы вывели эти деньги, деньги ищут там, где им лучше, но главное, говорит каждое государство, это каждый раз, когда вы эти деньги получили, не использовать их для личных целей, то бишь, не покупать на эти деньги яхты, дачи, бриллианты, любовницы или еще что-то, не заплатив государству налоги. Если вы скрываете это от своей жены, факт того, что у вас есть любовница, вы покупаете ей бриллианты, это одно дело. Но от налогового органа, пожалуйста, это не скрывайте. Собственно говоря, история эта была даже во Франции очень неприличная, когда чуть ли не министр по финансам или во всяком случае связанная, лицо призванное бороться за пополнение казны оказался владельцем офшорных так называемых счетов, скрытых, зарегистрированных на какой-то компании в каком-то банке на Карибах или в восточной части Азии оказавшиеся. Скандал был жуткий. Французы, например, не считают, что это проблема. Они говорят, вы только нам сообщите, что у вас есть такой офшор. Доложите нам и показывайте нам, куда вы тратите деньги. Как только эти деньги будут потрачены на ваше собственное потребление, мы их будем считать как дивиденд. Заплатите 38%, от чего у каждого француза каждый раз сердце кровью обозникает. В смысле приобретения российского гражданства. Да, да, да. У некоторых даже до такого доходит. Абсолютно верно. И живите спокойно, говорят они. У нас очевидно, но это Франция. Франция это страна с гигантским контролем за потреблением. Они с другой стороны идут. Не в тот момент, когда деньги получаешь, а в тот момент, когда тратишь. Нет, они идут со всех сторон. Но в частности, по поводу физического лица, у них есть то самое положение, которое у нас просуществовало всего лишь три года. Это контроль за доходами по расходам. То есть налоговый инспектор во Франции может прийти к вам и сказать, ой, интересная у вас картина, оказывается это Ренуар, дайте-ка я посмотрю, по каталогу столько-то, а он у вас в декларацию не внесен. Как же так? Ой, вы знаете, я это получил от своей бабушки, а декларация, собственно говоря, о наследовании, что она у вас там была, ой, нету, да? Ну давайте тогда я вас быстренько напишу. Минус 38% от Ренуара. Ну еще и плюс штраф, естественно, за то, что вы не сдались вовремя. В России все-таки 13% налог. Давайте не забывать об этом. Кроме того, 9% это налог на россиян-резидентов, на дивиденды, независимо от того, откуда они вообще были получены. Хоть из-за границы, хоть из-за того же самого офшора. Извините, но это самые шикарные ставки, которые существуют в какой-либо стране мира. Даже на том же самом Бивиае, британских, Виргинских островах или на любом острове райском, получение дивидендов будет облагаться намного более серьезными налогами. А мы не включены нигде в офшоры? Россия. В честь список и приказов. А вот вы знаете, что самое интересное? Вот это вот мне... Вы очень интересную тему затронули. На самом деле российские организации и юридические лица при определенном структурировании для Европы являются шикарным, собственно говоря, офшором для держания инвестиций и вывода дивидендов. Две минуты, мы сейчас выслушаем новости, и после этого вернемся в прямой эфир. Итак, мы обсуждаем сегодня тему офшорные схемы возможностей и тонкости ведения бизнеса за рубежом. У меня в гостях Олег Кузнецов, юрист, управляющий партнер компании Альянс Теситори, Кузнецов и Петрова, а также Тимур Хутов, адвокат адвокатского бюро Коблев и партнеры. Нашим слушателям я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 651099, код Москвы 495. Также на сайте finam.fm можно написать на страничку программы «Формула права». Ну а мы обсуждали, вот Тимур и Олег, мы обсуждали, собственно, для чего нужны офшоры. Много уже, о чем успели сегодня, откровенно говоря, поговорить. И в целом, даже вот в прошлую часть мы фактически выходили на то, что и Россия могла бы быть прекрасным офшором в общем и целом. Все же, есть определенные движения в политике в отношении офшоров, как и Олег, и Тимур там пояснили, уже касаются и непосредственно налогообложения, и возможности раскрытия бенефициаров. Вот что еще, возможно, ждет нас в этой части, в части применения офшорных компаний? Неважно даже сейчас, пусть это в чистом виде офшорной компании, либо это какая-то следующая квалификация, у нас было их две, но тем не менее. Не ждет, а уже имеет место. Что имеет место? Во-первых, административно, чисто, вспомните, всем госкомпаниям или юридическим лицам с значительным участием государства, или там золотой акцией, Да, читали у нас по телевидению некоторые из них. Да, 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 да. Им запрещено, собственно говоря, уже по правилам тендера иметь дело с организациями, которыми владеют офшоры, не только непосредственно с офшорами, но которыми владеют офшоры. Это уже первое. Это чисто административно. С учетом того, что, как жаловался в последний раз, по-моему, Дмитрий Анатольевич, по поводу российской экономики, государство, это 50% ВВП, и даже больше уже на сегодняшний день, то считайте, якобы 50% проблемы уже решено, осталось с оставшимися 50%. налоговые изменения. Не знаю, что будет. Вспоминаем все время изменения, которые хотели ввести в Гражданский кодекс Российской Федерации по поводу бенефициаров, которые так все-таки не осмелились ввести до сегодняшнего дня. Были там замечательные статьи, которые никто не мог понять до конца, кто является бенефициаром, как можно назначить бенефициары, как должны раскрываться. Собственно говоря, готовились поправки к Гражданскому кодексу относительно иностранных юридических лиц. И путь, который там избирался, я думаю, что вектор так и останется, собственно говоря. Это отказ в праве на защиту при определенных обстоятельствах. То, что у нас уже арбитражный суд. Да, да. Еще пока что эта практика только начинается. Еще раз говорю, это всегда так в юриспруденции. Все, закон появляется, нельзя сказать, что он сразу же применяется в исполнении. Для некоторых вещей требуется иногда не один год и не два, а там года, десятилетия. Но, в принципе, вектор понятен. С точки зрения налогового, еще раз говорю, с моей точки зрения, предложение, которое последний раз звучало, это снять порог 60 миллионов для офшоров, то есть с нуля начинать их контролировать. На мой взгляд, Мы же с вами говорили о том, что в принципе сам по себе контроль непонятен, потому что мы не понимаем цену. Это раз. Во-вторых, следят за тем, чтобы не было завышения в то время, когда все идут с занижением. То есть это глупость некоторая. То есть она идет в разрез практики. Но понимаете, в чем дело? Здесь же как? Государство... Практика — это одни люди, закон творчества — другие. Нет, на самом деле очень иронично, но во многом так оно и есть. Фактически это сводится к тому, что есть политическое заявление, а дальше есть последующие действия. Вот эти последующие действия, независимо от того, что они в реальности с практикой могут расходиться, они, как правило, дают понимание того, что гласть движется в направлении именно борьбы с офшорами. Ведь то, что люди, как правило, используют офшоры при импорте для занижения цены товара, разбирается только тот, кто ввозит товар. А согласитесь, их меньшинство, собственно говоря, тех самых оптовиков. Тут очень простая логика, мне кажется. От цены — это у нас все рассчитывается, когда возишь. Ну, цена о цене — рознь. Дело в том, что Олег затронул тогда, скажем так, некоторое время назад нефтяные операции, нефтетрейдерские. И вот опять же, проблему бренда, то есть понятно, что каждый россиянин, который периодически слушает новости, знает, что нефть там WTI стоит столько-то, нефть марки Brent стоит столько-то, нефть, добываемая там-то или в другой стране мира, стоит определенную цену на другую. Все зависит от... примительно к нефти, это зависит от ее качества, от себестоимости добычи, от наличия там сероводорода в ее составе, стоимости очистки потом для... То есть цена складывается из многих факторов, которые позволяют потом в итоге получить готовый продукт. Если этих факторов много, цена, соответственно, дороже. Если этих факторов мало, цена... И так в любом, в любом абсолютно виде продукции. Поэтому очень сложно... Очень общими фразами, конечно, можно сказать, что да, цена формируется на условиях рыночной экономики. Как договорились, по той цене сделку и совершили. Но все это прорабатывается. И, опять же, Олег очень правильно сказал. Действительно, немного, на самом деле, людей... Понимает механизмы, да? Откровенно говоря. Ну уж коэффициенты там совсем, мне кажется, еще меньше. Нет, на самом деле, это же все сделано как инструмент. Инструмент, прежде всего, для страха. Направлено он, прежде всего, против компаний, которые являются легко контролируемыми. То есть тот, кто находится вот здесь, сейчас здесь, за углом. Здесь два варианта. Роснефть пойти либо в Лукойл, да, налоговому инспектору с проверкой по поводу контроля за ценами. Естественно, что Лукойл, в силу своего состояния, как частная компания, не защищенная никем, кроме вот закона, да, назовем так, будет следить, стремиться к тому, что сделать все возможное для того, чтобы быть, скажем так, еще большим роялистом, чем король. Да, то есть предпримет масса действий для того, чтобы саму гипотезу просто-напросто попытаться исключить. Абсолютно верно. Естественно, что для Роснефти это будет намного более простой вариант, потому что она скажет при любых обстоятельствах, ну, ребят, ну что же вы меня так штрафуете, я же свой родной, я вам, конечно же, заплачу, и в любом случае все через дивиденды-то получите, все равно государству все вернется. Вот какова будет примерная там логика разговора с налоговым инспектором. У одного и у второго. Поэтому направлено, конечно же, прежде всего, и это всегда так. Сначала направляется орудие против самых видных, заметных деятелей культуры, искусства, бизнеса, да, а затем эта практика, которая становится устоявшейся, просто мультиплицируется и переносится уже на следующие зрения. В конце концов она доходит до масса. Это на самом деле в праве и в применении вот таких вот сложных вещей это как сотовые телефоны. Появились, сначала были у единиц, единицы радовались, да, а потом вот массы дошли. Только с налогами там в обратное сначала страдают единицы, все смотрят на них, показывают пальцем и смеются, а потом начинают страдать и они от тех же самых инструментов. Это невозможно отточить. Это, естественно, еще раз, Тимур правильно сказал, это сложная математика, но она все время оттачивается. Вот здесь вот надо понимать. У меня глупый вопрос будет. Наверное, совсем глупый. Он мучает меня, просто потому, что я не специалист в этом. Мы чуть-чуть, прям краешком прошлись, что в целом некие компании в России при определенных условиях могут быть оффшорами для компаний из других стран, да, или для лица из других стран. А почему нам в России не сделать здесь свой оффшор? А у нас же были оффшоры. Были, но сейчас-то их. Понимаете, в чем дело? А вот здесь вот на самом деле многие говорят, споры идут о так называемых франковых зонах. создание теперь уже не оффшоров, а франковых зон. На самом деле, квази такая вот вещь, она существует. Для высокотехнологичных производств там делается чуть ли не ограда, таможенная, да, предполагается, вот эти вот зоны развития высоких технологий. И там строй завод, ты не будешь платить практически никаких налогов, но ты находишься как будто бы за пределами Российской Федерации. Не любят говорить об этом, но это фактически тот же самый оффшор. ниже налоги, определенное освобождение даже от таможенных пошлин в отношении товаров, которые заводятся для производства и так далее. Сложно очень. На самом деле, существуют целые регионы, вот, например, Калининградская область, да, идеальное вообще место для оффшорной деятельности. Ее можно там развивать, но просто в другом формате. Россия не хочет сейчас становиться оффшорной зоной, потому что с оффшорами все борются. Вот мы же стремимся в ОССР, а вот и мы. Это для России так естественно. Но тем не менее, это как-то не комильфо. Понимаете, у нас и так проблем с геями хватает, других политических вопросов. Тут еще и экономические поднять. Нет, это слишком уже тяжело. Поэтому, скорее всего, мы пойдем по пути несколько другому. Будут некоторые регионы, в которых будут очень низкие ставки налогообложения. Это будет абсолютно нормально смотреться, потому что мы всегда сможем заявить, ребят, это сделано для развития именно этих регионов. Собственно говоря, Китай так же поступил в свое время. Он сделал определенные зоны, куда привлек массу людей, массу денег, предоставил им всевозможные льготы. И посмотрите на Китай сегодня. Экономика номер два в мире, претендующая на то, чтобы стать экономикой номер один. Поэтому, это не были оффшоры, еще раз, это были специальные экономические зоны. У нас будут, скорее всего, точно такие же. Есть специальная экономическая зона Калининград, на самом деле, куценькая, просто за нее не берутся. Наверное, сейчас еще не до этого. И есть главный вопрос. Для чего, собственно говоря, мы это делаем? Если мы это делаем только для того, чтобы люди хорошо жили, ну тогда у нас возникают проблемы. Для того, чтобы все люди хорошо жили. Что значит хорошо жили? Давайте так, все равно нужны дороги, больницы, детские сады, здравоохранение, нужна армия, полиция, а это все требует содержания денежных средств. Либо это вводить как платную услугу, грубо говоря. Вот милиционер, конечно же, взятка можно так и воспринимать. Вызов 0,2, там 50 рублей в минуту. Абсолютно верно. Я прошу прощения, Олег, немножко уже вынуждена перебить, потому что у нас осталась буквально минутка. Я хочу и вам, и Тимуру задать вопрос все-таки, что ждет? Вот прям в двух словах или одним словом? Совсем у нас не будут использоваться офшоры? Либо это что? Технические компании? Свои полминуты использую следующим образом. Офшоры были, есть и будут. С ними никто не поборолся. Они будут просто еще более грамотно, умно использоваться. Будут переходить крупные компании в зоны, которые не являются формально офшорными. Швейцарию, ту же самую Голландию и дивиденды, например, очищать именно таким образом. Платить в России поменьше, всего лишь там 5%, допустим, а за границей ничего. Да, это экономия на копейках, но в масштабах, ну то есть в маленьких процентах, но в масштабах миллиардов это дает гигантские денежные средства. И они оправданы даже с учетом дороговизны таких юрисдикций. Прочие для технических совершенно вещей будут использовать Кипр, может быть, Швейцария. Что попроще останется, что посерьезнее, просто видоизменится. Тимур, поддерживаете? Поддерживаю полностью. Единственное, хочу добавить немножечко маленький осадочек, что в нашей стране все-таки борются с офшорами, но борются двояко. С одной стороны, принимают меры, ужесточающие использование офшорных компаний и юрисдикций, а с другой стороны, никак не могут подписать соглашение о предоставлении налоговой информации. Спасибо. Тимур Хутов и Олег Кузнецов в прямом эфире сегодня. Спасибо.